Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я Карина, кто еще не знает, не спрашивайте, что у меня сегодня на голове. Я пыталась как могла сделать кудри первый раз после стрижки, но не суть. Сегодня мы будем говорить чисто о вещах, чисто о вещах из секонд-хенда. Покажу вам верхушки, кофточки, свитера, которые я нашла. Давно купила, но вам давно не показывала, потому что все время откладывала это видео. В планах у меня скоро поехать опять в подобный магазин, выбрать что-то интересное, новенькое возможно найти и недорогое. Кстати, у меня есть свой магазин, кто об этом не знает, вот так вот он называется. Заходите, там я выставила вещи, которые я уже не ношу, которые мне просто надоели, может они вам понравятся. Я, кстати, выставила очень много сразу, моментально продала, потому что девочкам они понравились, цены там от 30 гривен. Я, кстати, вот планирую, не знаю, вот вам нравится то, что я нахожу в секонде, и многие не могут найти что-то даже подобное. Можете искать секонд-хенди и выставлять для вас в магазине, напишите в комментариях, если для вас это интересно, буду так делать. Только понятное дело, что цены у меня не будут там по 200-300 гривен, да, как обычно девчонки сейчас занимаются таким бизнесом, ищут вещи. А в секонд-хенде, допустим, какая-то кофточка или блузка от H&M у них стоит в магазине 450 гривен, хотя они ее купили за 30. Вот, конечно, буду делать акцент на новые вещи, поиск новых вещей, интересных, качественных и довольно недорогих. Так что я жду вашего мнения в комментариях. А мы приступим. Сейчас покажу вам свитер, который реально многие зафекали, говорили, Карина, хватит носить такие растянутые большие свитера. Как видите, на мне сегодня такая растянутая большая кофточка, это моя любимая кофточка, я тоже секонд-хенда, она очень тоненькая, при этом она не просвечивает. И она очень комфортная, приятная, я люблю, когда вот так вот все на одно плечико. Я думаю, что мне так идет. Так что большим растянутым свитером в моем гардеробе быть, без них я никуда не денусь, мне в них комфортно, мне в них уютно. Но вот этот свитер я брала чисто для того, чтобы ходить дома. Так что вы меня чаще всего в инстаграме, в историях можете видеть в нем. Это вот такой вот большой объемный свитер, он в меру объемный. Это у нас какая-то неизвестная марка OK, вот, и 44 размер. Этот свитер я ношу уже больше двух месяцев, так что я его стирала уже неоднократно, конечно, он немножко такой выстиранный уже, как видите, горловина немножко растянулась, но это мне не мешает его носить дома. Конечно же, если я куда-то выхожу, просто в магазин тоже не снимаю его, надеваю поверх какую-то куртку и выхожу. Цвет в этом свитере такой необычный, вам может показаться, конечно, что это хаки. На самом деле я называю такой цвет какой-то коричневый, недоделанный, потому что, ну, непонятно, это что-то между хаки и коричневым. Вот, такое ощущение, что он как выгоревший или выстиранный, но когда стираешь, краска не течет. Конечно, этому свитеру быть в моем гардеробе, но до следующего года, я думаю, что он не доживет, я его просто повешу на мусорный бак, и мне будет совершенно не жалко, потому что я его купила не за 1200 гривен, как подобные свитера сейчас стоят в бутиках, а купила всего лишь за 15 гривен. Следующая обычная черная кофточка с таким круглым вырезом, мне в последнее время тоже нравятся круглые вырезы, хотя я знаю, что это не очень как бы стильно и модно, но мне нравится. Также здесь рукав мне понравился, здесь идет такая вот мелкая резинка, он немножко приспущенный, я его надевала, эту кофточку надевала на презентацию NYX под черную кожаную юбку, она довольно длинная, я ее заправила, даже очень длинная, я ее заправила, и мне в почке никуда не дуло, мне было холодно. Вот, хотя она тоненькая, но в ней тоже комфортно, и она довольно теплая. Вот ее как раз я взяла примерно около 50 гривен, по-моему, заплатила, если я не ошибаюсь, потому что это было давно, и цены уже точные, я совсем так вот до копейки, я не могу помнить. Следующая вещь, бывают такие случаи, когда ты осознанно покупаешь не очень хорошую вещь, в плане размера, допустим, да, особенно девочки, я знаю, что многие сталкивались, когда нравятся туфли ни одного размера, ни вашего, но вы покупаете, чтобы разносить или просто набить ваты. Так и с этой кофточкой, я купила эту кофточку, это у нас H&M, она мне понравилась за счет своих рукавов, такой клеш идет, и мне понравилось то, что она по фигурке мне, да, в плечах она у меня такая узкая, маленькая немножко, но я ее брала специально осознанно, то, что она в плечах узкая, я ее брала специально под какие-то кардиганы, пиджачки, под свитер просто надевать, чтобы было двойнее теплее, потому что у нас сейчас морозы, и здесь также есть такие разрезы по бокам, она очень неплохая, мне нравится здесь горловина, здесь такой круглый ворот, и мне некомфортно, рукава клеш, это необычно выглядит, потому что, не знаю, сейчас очень мало вещей с такими подобными рукавами, но в основном я ее ношу под вещами, или же просто дома, вы тоже можете видеть меня в историях в ней. Следующая кофта это вот такая горчичная с V-образным вырезом, и здесь рукава на резинке, и еще на пуговичках, вот, мне эта кофточка понравилась тоже чисто под свитера, пока зима, покупала примерно я где-то то ли в декабре, то ли в ноябре, честно уже не помню. По составу здесь 80% вискозы и 20% полиамида, она очень приятная к телу, она гладится, конечно же, а также она быстро мнется, она вообще не воняла секонд-хендом, я, в принципе, не знаю, как-то так вещи выбираю, что они особо не пахнут в секондах, я не на столах покупаю, а покупаю в нормальных секонд-хендах, стоковых магазинах, там, где все на вешалках, вот. И в основном вещи, которые я беру, если это, конечно, какая-то плотная ткань, там, катон, конечно, он немного дольше растируется, но такие подобные кофточки, одна стирка и все идеально, никакого запаха нет. Так что я тоже осознанно ее покупала, чисто как база под что-то, она так дешево стоит, мне кажется, до следующего года она тоже не доживет. Я обратила внимание, что мне очень быстро надоедают вещи, это не потому, что я не нахожу свои вещи, знаете, даже если я покупаю новые, какие-то вещи заказываю через интернет, да, или покупаю в каких-то магазинах, они мне тоже очень быстро надоедают. Я не знаю, с чем это может быть связано, возможно, из-за того, что у меня в детстве было мало вещей и одежды, потом уже, когда начала работать, начала скупать просто все, все-все-все вещи, которые только видела, и по скидкам ходила, и по бутикам ходила, и по новой коллекции покупала, и в секонд-хенд также не пропускала, ходила. И у меня просто вещей много насобиралось, я вот много чего поотдавала, просто пораздавала, из-за этого, знаете, какое-то желание беречь вещь, там, ценить, какое-то одно платье купить за 2000 гривен и ходить там 5 лет в нем, потому что оно такое дорогое, там, пылинки с него сдувать, у меня такого нет. И сейчас у меня есть более важные ценности, чем вообще одежда, вещи. Следующая вещь, она очень необычная, многим она может показаться довольно необычной, но из-за того, что она такая объемная, она мне понравилась. Я ее взяла чисто как накидка, пиджак, на какую-то майку, под джинсы, мне кажется, это будет круто выглядеть, если еще ремень подходящий подобрать. Ко мне, кстати, едут ремни, я сделала заказ в магазине, ко мне едут еще кое-какие вещи, об этом попозже я вам тоже расскажу, покажу, когда приедет. Это вот такая накидка, я не знаю, могу ли я назвать это пиджаком, тренч, да нет, что-то наподобие этого, Florence and Fred. И вы знаете, мне не нравится только подкладка, в плане, не подкладка, ее тут вообще нет, а вот эта вот часть, край, видите, как завернут, и он постоянно выворачивается. Вот подскажите, что сделать? Как вариант, как вариант, я могу купить, знаете, такой есть, по-моему, скотч для одежды. Нагреваю, точно, слушайте, и можно приклеить просто. Вот видите, как он выворачивается? Вот этот край. То есть, когда вы ходите, вот это вот все наружу. Я, наверное, поищу такой скотч, а может на Алиэкспресс закажу, не знаю, нужно будет поискать. И просто приклеить тогда к ткани. Некоторые укорачивают штаны этой штукой, просто заклеивают, то есть, тем, кому лень шить, подворачивают и заклеивают. Поищу такой скотч, и думаю, все будет хорошо. А так, в принципе, отличная накидка, она реально новая, здесь есть карманы. Она такая, блин, классная, мне очень нравится. Здесь такой опущенный рукавчик, плечико опущенное. Три четверти рукав идет. Вот, она, думаю, под джинсы с высокой талией, даже какие-то мамс джинсы, будет неплохо выглядеть. Эта вещь по составу вам сейчас скажу. По составу здесь 62% полиэстера, 30% вискозы и 8% эластана. Вот, мне она безумно нравится. Оцените, как она на мне сидит, напишите свое мнение, под что бы вы носили. Даже какое-то, знаете, узкое платье по коленам можно, эту накидку, под крокеды, под туфли, мне кажется, она подойдет под все. Ну, а вот только что пришла реально классная идея найти вот эту вот клеющуюся ленту и приклеить эту подкладку, чтобы она не выворачивалась. Мне кажется, будет круто. Напишите, кстати, у кого есть такая лента и надолго это держится, а после стирки она тоже работает или она все потом отклеивается, отпадает. Но пока что на сегодня это все покупки, которые я совершила и вам их не показала. Вот сейчас уже показала, надеюсь, что вы спокойны, я спокойно все отстрелялась. То, что есть из секонд-хенда, все, у меня больше новинок нет. Но скоро я пойду в подобный магазин, выберу что-то интересное, что-то новенькое, возможно, уже на весну. И я вообще хочу поменять свой гардероб, так что в этот раз я буду слишком придирчива к вещам. Не буду обращать внимания слишком на цену и соберу себе какой-то классный гардероб на весну, чтобы он реально мне нравился. И можно было просто комбинировать вещи на разные случаи жизни. Вы в комментариях делитесь, что вы недавно приобрели в подобном магазине. На этом все. Я видео буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok